Не двигайся. Двигаться? Двигаться. Не-не-не. Да сделай мне красивую фото. Набрал водки и всяких... Что ты мне говоришь под руку? Я тут видео снимаю. Вот этот парень узнал меня, хотя видел меня два года назад. Спросил, как я здесь поживаю, снова ли я тренируюсь в СССР. Слушайте, ну очень круто, когда тебя узнают люди, которые видят тебя один раз два года назад. Еду на свою первую тренировку в СССР. Опаздываю, поэтому еще на такси. Набрал водки и других гостинцев для старика. И, ребят, помоложе. Через пару минут уже буду ждать. Получается техника, Артем. Ну так, я пока не буду. Так достучусь, меня открывают, такие, типа, чем я могу помочь, я беру на тренировку. Типа, чуть ли не у нас тут нет тренировок. Говорит, вы говорили с СССР? Я говорю, когда? Сегодня или что? Я говорю, нет, я вчера только прилетел. Ну, вы знаете СССР? Я, как говорится, два года назад. Так, а, два года назад, ну заходи. Так, открывает дверь, снимает с этого замка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, Тём, как ты? Устал? Хорошо, что Эдуард у меня жалеет. Субтитры Алексею Дубровскому! Сколько перерыв? Три минуты. Пойду погулять. Хватай кого полегче, чтобы они с тобой нежно обращались. А я можно посижу? Ну, это, если дед до тень докопается, то можно. Я Мастерс один. А здесь много кто Мастерс один? Меня заставили 20 раз отжаться. Компетитшн класс они. Вон там, сзади меня, Тёма Ухаров мучается. А я недельку отдыхаю. В понедельник мне не очень удачно приземлились на больное колено. Поэтому я взял небольшой перерыв. Тем более, что завтра у меня соревнования. Все меня шокируют. Мне повезло. Ты домой, да? Еще паркин. Да, Андрей, веди нормально машину. Я тебя прошу, пожалуйста, я видео записываю. С вами Сонный Панков. На дворе 25 июня. У меня пятница, и я еду на соревнования. Первое соревнование после года простоя. Все еще с невосстановившейся ногой. Но я слишком соскучился по этому делу. Поэтому буду бороться. Вот как оно борется. На одной ноге, без одной ноги. Как-нибудь на русский овощ у меня что-нибудь получится. В крайнем случае нифига. Для всех тех, кто шутил на тему того, что я невнятно говорю название витаминов, которые я принимаю еще раз, ребят. Ми-цел-вид. Ми-цел-вид. По буквам читать не буду. Купить их можно на сайте supervitamin.ru Я с Андреем еду больше часа по фавелам. Хрен знает куда даже. Человек живущий здесь несколько лет не может найти место. Если бы я поехал сюда в одиночку, ну, вряд ли бы я доехал. Я, скорее всего, заблудился. Я приперся на Сарёва. Помещение закрыто пока. Будет открыто после двух часов. Мне взвешиваться не надо, потому что я в меру в понедельник колено не успел согнать вес, и я решил не париться и пойти в пацанские ультра-хэви. Встретил парней из Саря Косты, которые мне переводят на английский всю эту португальщину, которую я не понимаю. Сама арена представляет себе бетонную коробку, которая сверху накрыта такой вот железной крышей с такими внушительными отверстиями для дополнительной вентиляции. Пока жду соревнований, немножко расскажу, как проходит регистрация. Есть сайт Soik Competidor, на котором выложены все Сарёва, которые проходят в Бразилии. Ну, типа нашего Шака Спорт, только более организованный. Оплата онлайн, сетки онлайн, всё онлайн, место известно, пришёл, отборолся, ушёл. Вот на месте пока всё организовано неплохо. Вода продаётся, еда продаётся, где посидеть есть. Люди стоят, ждут, и я жду. Вместе со всеми. Дан старт, мы идём в помещение. Забавный факт. Если вы увидите, у ребят какие-то пакеты с едой. Обязательное требование для участия в турнире, помимо того, что я заплатил за него, это сдать килограмм еды на благотворительность. Я взял с собой 5 килограмм муки. Это не сильно килограмм еды, но зато 5 килограмм. Но это ещё дома было, чтобы не покупать. Ещё продукт без дела лежит. Это у них только для участников, то есть ходить зрителям нельзя. Поэтому у меня будут некоторые проблемы со съёмкой всего этого, потому что я в глубоком одиночестве, ну и я постараюсь всё снять. Попросили натянуть маску, хотя там полдень народ без маски стоит и ходит, замеряют температуру. Антиковидные меры. Такие дела. Я немножко подолбился, оказалось, можно было выдать Андрея за коуча, в принципе, он людей-то учит ему разуму, и взять его с собой. Но что-то мы до этого не догадались, тупые мы мужики. Поэтому один. Передаю привет всем, кто боится чипирования штрих-кодов на коже и так далее. Смотрите, для участия в турнире, чтобы видеть, что я не какой-то мимо проходил, мне поставили штрих-код на коже, а я ещё и спутником чипирован. Всё, пипец, в рай не попаду. Разминочная зона, вызов на ковёр, ковёр. Всё просто. Я выиграл первую схватку досрочно, что-то пытался мне сделать болевой на ногу. Ну, после Игоря Васильевича меня ещё насыщать. Самое забавное, что чувак, я в середине схватки начал просить типа, чтобы он включил камеру, я об этом вспомнил, жестами, потому что с вами-то говорить нельзя. И тип догадался, как её включить только тогда, когда мне поднимали руку. Выиграл я с одной из своих любимых удушек сзади. Обидно, что этот момент не попал в хайлайты. За коленку страшный, бипец здесь. Реально, я боюсь. Я решаю, что я буду делать не потому, что лучше, а там, где я не буду вообще ворочать коленом. Для меня это единственный такой вариант, чтобы я мог потом нормально тренироваться. Я не готов идти в банк. Слишком дорого для меня, в том числе, лечиться после травмы реально дорого, пацаны. Вторую схватку я выиграл 2-0 одним сипом. На вселенной схватке я дёрнул очень сильно колено, и поэтому для меня было очень тяжело как-то проходить, я не мог сакать, у меня не досгибалась нога до конца. Я не знаю, пойду ли я в финал. Очень сильно это мешает рисковать и это уже пропустить следующий месяц тренировок. Это такой глупый шаг. Не поверьте, куда я сейчас поеду. В церковь. И не поверьте, что там будет. Такие дела.